Саламастар Маккурмя Тотанастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня в прямом эфире я хочу обсудить наши требования на митинге 23 июня и подчеркнуть их важность именно наших требованиях, не тех каких-то дополнительных. Никаких новых требований не должно быть. И я хочу объяснить, какие существуют подводные камни, когда кто-то нам бросает новые темы. Сегодня звучали разные провокационные заявления, я их по-другому никак не квалифицирую, как провокационные. Когда заявлялось, что нужно на этом митинге говорить о том, чтобы Назарбаев ушел в отставку. Были еще какие-то заявления, связанные с тем, что предлагалось идти единым фронтом всякими объединениями типа шиндык, которые на самом деле это вывеска, там нет никого. Есть КНБшный провокатор Ермек Нарымбаев. Я вам это регулярно говорю, и вы не должны никогда не попадаться на такие ловушки. И он, например, в частности, предлагал объединиться в Жангал-Казахстан. Жангал-Казахстан – это брюссельская капуста. Мы не можем объединяться с теми людьми, которые реально играют со властью. Мы не можем объединяться с провокаторами КНБ. Мы не можем строить единый штаб с какими-то людьми, которые играют со властью и изображают из себя оппозицию. Это псевдопозиция. И именно они сейчас нас пытаются сбить с того курса, который мы сейчас взяли и неуклонно его проводим в жизни. Не воспринимайте на веру такого рода заявление, что да, мы поддерживаем и так далее. В последний день перед митингом неожиданно вылупились какие-то люди и говорят, что мы поддерживаем. Я прямо сейчас буду говорить именно о таком движении, так называемом движении. Как такого движения не существует, это одна вывеска, под которым орубляют КМБшные агенты. Мы специально выбрали такую тему, которая затрагивает интересы миллионов. Наша цель, конечная, добиться смены режима. Это бесспорно, это озвучено и озвучено в политической платформе демократического выбора Казахстана. И наша цель, шаг за шагом найти миллион сторонников, чтобы именно этим количеством добиться мирной смены власти, как того добилась Армения. Очень значительная часть общества еще не политизирована. Они боятся высказывать свою политическую позицию, но они будут с нами. Они будут с нами, когда мы будем продвигать те или иные наши программы, они поймут, что политическое движение демократического выбора Казахстана – это то самое движение, это та самая организация, которой они должны влиться, чтобы изменить свою жизнь и жизнь страны. И таких людей миллионы. Сейчас этот провокатор КНБ Ермек Нарымбай говорит, давайте будем кричать Назарбаева в отставку. Ребята, мы, я еще раз скажу, мы сейчас вовлекаем миллионы еще не политизированных людей. Мы выставляем экономические требования, связанные с образованием. Завтра будем выставлять требования по здравоохранению. Мы недавно выставляли требования, нет пыткам свободу политическим заключенным. Мы шаг за шагом наращиваем число наших сторонников. Наступит время, когда мы потребуем смены режима, когда нас будут реально миллионы. Сейчас решительных людей, которые готовы отстаивать нашу позицию, не так много. Да, нас миллионы, но миллионы в основном это пассивные люди, которые устали от этого режима, которые хотят смены, но не готовы вместе с нами выходить на митинги, не готовы заявлять публично свою позицию. Но наступит время, и она приближается. Это будет очень скоро, когда они пойдут вместе с нами, действительно говорит шалкиет. Сейчас это время не наступило. Мы должны двигаться правильно, тактически. Стратегически наш курс заявлен. Мы будем добиваться смены режима. Никто нас не может обвинить, что мы за то, чтобы шал остался у власти. Нет. Из эфира, от эфира к эфиру я непрерывно говорю. Это преступный режим. Это глава мафиозного клана. Мы его не просто отстраним от власти, мы его посадим в тюрьму, конфискуем все его активы. Но это будет после определенного этапа наших действий. И мы тщательно отрабатывали такие лозунги и такую тему, которые шаг за шагом привлечет и увеличит число наших сторонников. И эта тема сейчас за бесплатное образование. Это тема, чтобы студенты получали стипендии и компенсации за жилье. Это тема, чтобы учителя, воспитатели и преподаватели высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений получили более высокую зарплату минимум в два раза. И недавно мы озвучили программу для правоохранительных органов, для полиции. Мы ее публиковали, админы ее выставляли в сеть. Если сейчас есть возможность админы, пожалуйста, поставьте программу для правоохранительных органов. Мы в том числе требуем поднять зарплату для полиции. 23 июня день полиции. И мы обращаемся к полиции, чтобы полиция в первую очередь поддержала свои требования и была вместе с народом. И в это время появляются разные провокаторы, которые говорят, а давайте мы будем требовать еще что-то такое более радикальное. Для чего они делают? Они хотят напугать этих людей, которые идут на митинги с одной целью. Они хотят, чтобы было бесплатное образование. Они думают о своих детях, но они еще не готовы требовать отставки Назарбаева, они будут бояться. И они таким образом этим лозунгом хотят их распугать. Хотят распугать наших сторонников и сорвать наш митинг. Ни у кого не должно быть иллюзии. Не обманывайтесь. Когда вот такие люди-провокаторы выходят, говорят, да, мы поддерживаем, но давайте там пусть Назарбаев уйдет в отставку. Это те люди, которые хотят нам сорвать митинг. Они в последний день хотят на волну этого запрыгнуть, потом кричат, что вот мы такие радикальные, а вот ДВК не такое. Они хотят сказать, что мы предложили обедниться. С кем обедниться? С ними? С провокаторами КНБ? Или с подставными оппозиционерами, псевдо-оппозиционерами типа Брюссельской капусты? Нет. Это провокаторы, которые хотят нас разрушить, как политическую организацию, у которой ясные политические цели. Добиться смены режима, построить демократическое государство. И нам с провокаторами не по пути. Не будет никакого объединения с провокаторами и с подставными игроками власти. Сейчас я не хочу комментировать каких-то других, кто делал в нашу поддержку заявление. В частности, Тругумбаева Ержана. Я не буду озвучивать свою позицию. Я за ним внимательно наблюдаю. Это просто отдельное физическое лицо, еще не имеющий никакой политической организации. Просто он вышел с критикой. И таких внутри страны очень много. Что называется, время покажет. Но у меня есть свое мнение. Но я его не буду пока озвучивать. Но четкое мнение скажу, что Жендык, Шендык, это так называемое движение, которого нет, это игроки КНБ. Подставные люди КНБ. Шага Казахстан, это псевдопозиции, играющие с властью. Это я четко говорю. А по остальным посмотрим. Вот поэтому я сразу говорю. Нам их поддержка не нужна. Мы не воспринимаем их лозунги. Я считаю их игроками власти, подставными людьми. И нам с ними не по пути. Никакого объединения с ними не может быть в принципе. Сейчас я хотел бы еще раз повторить наши требования. Чтобы была четкость и ясность. Чтобы вы взяли правильные плакаты. Чтобы вы озвучили правильные лозунги. Их требований всего пять. Первое требование. Мы требуем бесплатного образования. И правительство обязано выделить для этих целей дополнительно 500 миллионов долларов. И тогда наши студенты будут учиться бесплатно, включая частные учебные заведения. Правительство из этих средств выделит гранты и оплатит обучение студентов как в государственных учебных учреждениях, так и в частных. И таким образом мы кардинально решим проблему образования. Не будет трагедии, которая происходит при сдаче ИНТ. Не будет никаких-то мучительных процессов, связанных с сбором средств родителей этих студентов, нашей молодежи. Это наше первое основное требование. Также мы требуем, чтобы всем студентам, которые учатся в государственных учебных учреждениях и в частных в том числе, правительство выплачивало стипендию в размере 50 тысяч тенге. Это первая часть. И вторая часть. Правительство обязано выделить 30 тысяч тенге каждому молодому человеку, который не имеет возможности получить общежитие или у него нет жилья. В основном это иногородние студенты. Хотя правительство говорит, что студентов, нуждающихся в жилье, всего 17,5 тысяч человек, но при этом утверждает, что иногородних 203 тысяч человек, очевидно, что минимум 100 тысяч человек нуждаются в жилье, нуждаются в общежитии. И поэтому мы настаиваем, чтобы правительство выделило 30 тысяч тенге каждому иногороднему студенту или тем еще, кто не имеет возможности найти жилье. И из этих средств студенты будут в состоянии оплачивать жилье в период обучения. Также мы будем требовать, чтобы воспитатели, которых в стране 90 тысяч человек, получали достойную заработную плату не 30-40 тысяч тенге, а чтобы их статус был приравнен к учителям. Учителя в среднем получают около 100 тысяч тенге. Около в среднем. Чтобы выровняли статус с учителями, воспитателей, и затем минимум в два раза была поднята заработная плата. Значит, зарплата учителей, воспитателей и преподавателей будет от 200 до 300 тысяч тенге, в зависимости от стажа и квалификации. И еще требование. Мы требуем, чтобы вернули бесплатные обеды детям первых-четвертых классов. Это в 2017 году было, до 2017 года. В 2017 году отменили. Сейчас цены очень высокие на нефть и на другое сырье. В бюджете излишки денег, огромные излишки. Как я говорил, свыше 10 миллиардов долларов. Из них на те требования, которые мы озвучим, уйдет менее 3 миллиардов долларов. И еще этих средств свободных свыше 10 миллиардов долларов хватит на решение всех социальных других проблем, как здравоохранения, так и любых других бюджетных работников, инвалидов и пенсионеров. И дополнительное требование, которое мы выдвигаем на митинги, это поднять заработную плату полицейским. Рядовой должен получать не менее эквивалент 1000 долларов, лейтенант не менее 2000 долларов. Это программа демократического выбора Казахстана. И мы будем на митинге в том числе требовать, чтобы правительство подняло заработную плату полицейским. Я обращаюсь к полицейским. Поддержите нас и поддержите себя. Будьте вместе с народом. Ребята, запомните, только экономические требования. Только экономические требования. Мы не будем требовать отставки шала. Мы не выдвигаем никакие политические требования. Мы выдвигаем только эти требования. И больше никакие. Не слушайте провокаторов. Не слушайте так называемые движения. Это специально созданные КНБшниками структуры, которые пытаются нас расколоть, растянуть, увести в сторону, объединить между собой необъеднимое провокаторов, чтобы и провокаторы КНБ зашли в наши ряды и разрушали нас изнутри. Мы уже такое много раз проходили. Когда был первый демократический выбор Казахстана, там внутри нас было много агентов власти. И они изнутри разрушали ДВК. Поэтому мы не должны повторить то, что уже было. Теперь о митинге. Мы должны действовать слаженно и организованно. Известно, что в наши ряды будут вброшены в гражданской одежде полицейские, которые получили сейчас инструкцию не оказывать давление такое, которое было 10 мая, когда хватали за руки, за ноги, забрасывали в автозак. Сейчас они хотят сменить тактику. Но это предварительно. Возможно, после моих слов они попытаются изменить свою тактику. Но я вам говорю то, что мы получили из недр полиции. То есть никого не прессовать. Но если кто-то внутри, скажем, митингующих кричит «Алга ДВК», то брать его на заметку и сразу втащить автозак. Вот, собственно, какие у них идеи. Поэтому мы имеем свои лозунги. Плакаты мы распространяли на казахском, на русском языках. Плакаты есть. Все плакаты связаны с образованием и плакаты связаны с поддержкой полицейских. Других плакатов нет и не будет. Только связаны с той темой, которую мы заранее готовили. Мы готовили очень тщательно. Как вы знаете, мы больше месяца это пропагандировали, двигали, делали видеоролики, выступали в прямом эфире. И ничего нового не должно быть. Все, кто выдвигает новые лозунги, это провокаторы Комитета национальной безопасности. Поэтому на митинге максимальный такой, когда мы говорим лозунг, кроме образования, говорите «Алга Казахстан». «Алга Казахстан» и пусть полицейские попробуют задержать. Они сами от этого пострадают. Не говорите «Алга ДВК». «Алга ДВК» мы скажем позже. «Алга Казахстан» и наши лозунги связаны с образованием. С поддержкой студентов и поддержкой самой полиции. Вот здесь говорят, что толпы полицейских и так далее хотят запугать. Имейте в виду, вот в таком городе, как Алматы, полицейских менее 5000 человек. А в городе население живет не менее 2 миллионов. Что такое 5000 полицейских, из которых половина уже готова перейти на сторону народа, если на улицу выйдут сотни тысяч человек? Как минимум половина, а реально все перейдут, как в Армении. 5000 полицейских в Алматы на город, где население больше 2 миллионов. Вы понимаете? Никогда полиция на такую массу не пойдет. Поэтому нам не нужно бояться, нам просто нужно добиваться, чтобы нас было много. А в региональных областных центрах их вообще по 1500 человек, по 1000 человек. Как могут 1500 человек угрожать сотням тысячам? Они могут угрожать, если нас мало, если мы боимся, если остальные просто боятся полицейских. Но вы должны знать, в ваших региональных городах полиции 1500 человек. Самое крупное количество полицейских Астаны, Астана и Алмата, их менее 5000 человек на миллионные города. Здесь вот я вижу какие-то высказывания по поводу американцев. Я много раз говорил. Американцы самая крутая страна в мире. У нее самая крутая демократическая страна. Самая сильная судебная система. Самая сильная армия. Самая сильная экономика. И нужно быть идиотом, чтобы равняться на Северную Корею и запугивать нас Америкой. Нужно быть полным идиотом, необразованным, чтобы пугать нас Америкой, называть их пиндосами, как это россияне говорят. Полным идиотом, извините за выражение. Это та страна, у которой мы должны учиться. Брать пример. Мы должны учиться у европейских стран, штат стать сильными. Где наши права защищены. Где работает судебная система. И когда судья может отменить решение президента, если она незаконная, антиконституционная. Чего вы там на американцев наезжаете? Вон на Зарбаева наезжайте. Чтобы вы знали, там где пришла Америка, там расцвет и подъем экономики. Это крутые страны мира. Япония, это реально вторая экономика мира. Не Китай, у него просто по размерам большая. А по качеству, по объему продаж, экспорт и все прочее, это вторая страна в мире. Третья страна в мире, это Германия. Это все те страны, которые получили поддержку США. Посмотрите Южную Корею. Там, где была программа поддержки Соединенных Штатов Америки, там сильные демократические страны. Это не зависит еще от национальности. У японцев своя культура, у корейцев своя культура, у немцев своя культура. Вы должны четко понимать, Америка это для нас недостижимая сейчас и ближайшие как минимум 10 лет. Мы для себя взяли ориентиры. Европейские страны, европейская политическая система, это лучшая модель развития страны. Когда ваши права защищены, когда страной руководит именно народ через выборы. И все эти дурацкие разговоры, что вот американцы хотят развалить страну, им не нужно. Америка вообще чужие страны не завоевывает. У них это технологичные страны, очень сильная страна. Им наша страна не нужна. Они сырье купят не у нас нефть, он в Саудовской Аравии купит, в Иране купит, где угодно. Они самые крупные добывающие страна мира. Просто они еще и импортируют больше всех в Бире. Поэтому все эти разговоры, американцы хотят развалить это для дураков. Не слушайте все этот бред собачий. Что мы делаем на митинге? На митинге мы озвучиваем наши требования. На митинге нам нужно идти подготовленными, зарядить телефоны, взять с собой видеокамеры. На митинге нам нужно снимать весь процесс с разных сторон. Чем больше мы снимем, тем больше у нас будет картина. Вы знаете, что там будут снимать разные журналисты. В прошлый раз работал Азатык, были какие-то другие издания. Но я уверен, что государственные СМИ не появятся. Будут только работать вот такие издания, как Азатык. Поэтому, ребята, давайте надо тщательно подготовиться. Нужны плакаты, нужны видеокамеры, нужны громкоговорители. И нужно передавать эти громкоговорители через разных людей, чтобы... Ну, я имею в виду на митинг. Чтобы по дороге, не увидев эти громкоговорители, полиция не перехватывала вас. То есть здесь нужны разные меры подосторожности, потому что что будут делать полицейские? Они будут перехватывать, поддерживать в отделении час-два, дождутся, когда митинг закончится, и отпустят вас молча. Не будет никаких претензий, ничего. Но они будут любым путем мешать проведению митингов. Даже если мы будем говорить о поддержке самих полицейских, они все равно будут мешать, они будут выполнять приказ. Понимаете? Да, конечно, все будет мягче и так далее. Они будут себя чувствовать идиотами, потому что народ будет требовать им поднять заработную плату. И они, конечно, будут сейчас находиться в комичной ситуации полицейские, когда международные издания будут говорить. Не сами полицейские вышли и требовали поднять зарплату. Народ вышел. Народ. Где такое вообще видано? Я, например, не знаю ни одного примера в мире, чтобы народ вышел и требовал поднять зарплату полицейским. А полицейские брали, рвали плакаты и увозили людей в полицию. Такого в мире не было. Более того, полицейские обычно сами бастуют в мире. Но чтобы народ за них бастовал, я не знаю такого примера. Я думаю, что это первый пример. Поэтому наши позиции, наши лозунги, безусловно, приведут в замешательство, в том числе и самих полицейских. Поэтому нужно всем объединяться, грамотно проводить. Никакие конфликты с полицией не вступать. Да, мы будем защищаться. Становитесь в кольцо еще как-то, да? У тех, кого плакаты. Просто массы и просто перекрывайте. Никаких конфликтов с полицией. Никаких дракт. Никаких оскорблений. Мы проводим мирный митинг. Мы приводим людей, которые не выдвигают политические требования. Мы выдвигаем именно экономические требования. Мы выдвигаем требования, связанные с образованием. И мы получим моральное превосходство. Западные СМИ, другие СМИ покажут, что этот митинг был мирный. А если кто-то был экстремистом, то это в первую очередь сама власть. И тогда будет понятно, кто реально является экстремистом. И чтобы вы знали, сейчас нашу страну непрерывно посещают международные правозащитники. Непрерывно посещают миссии, связанные с деятельностью в парламентских тех или иных странах. Вот сейчас недавно был сенатор Рампи из Италии. И будут сейчас еще представители посольств международных разных организаций. Все наши митинги и акции находятся под наблюдением международного сообщества. Вот ребята правильно говорят, что BBC показала о митинге 10 мая. Сейчас, после 10 мая, после того, как мы массово распространяем информацию о деятельности демократического выбора Казахстана, после того, как уже дважды посетили европейские депутаты Казахстан, и именно посетили, потому что развила активность демократические выборы Казахстана, интерес международных средств массовой информации будет только нарастать. Это будет нам огромной поддержкой для развития демократического выбора Казахстана. Теперь я хотел бы несколько слов сказать по поводу прессы. Да, в прошлый раз у нас был первый опыт, многие волновались, и прятали лица, не давали интервью, но я думаю, что сейчас все проще. Если в прошлый раз были политические требования, связанные с освобождением политзаключенных и требованием остановить пытки, сейчас у нас экономические требования, они ясные и понятные. Вы можете дать интервью тем средствам массовой информации, которые будут на митинги ходить, снимать и брать интервью. Вы просто скажите о том, что вы пришли на митинг, потому что вы, например, учитесь в каком-то учебном заведении, и что вашим родителям очень сложно это оплачивать, что вы не имеете жилья, что вам негде жить, и для того, чтобы выжить и продолжить свое обучение в учебном заведении, вы вынуждены работать, находить тяжелую работу, и это влияет на качество вашего образования. Вы говорите правду, вы говорите простые вещи, вы не говорите шалкет, вы не говорите, что правительство плохое, вы говорите, деньги в стране есть, я пришел на этот митинг, чтобы правительство страны и султан Назарбаев решили этот вопрос, потому что нам так жить не в МАГАТУ. На этом митинге семьи, скорее всего, будут полицейских или друзья этих полицейских. Вам можно очень просто сказать, и не может правительство или полиция применить какие-то санкции. Вы пришли в суд, вы переживаете за наших полицейских, которые не могут должным образом осуществлять свои функции, защищать правопорядок, защищать наших граждан, потому что они живут плохо, у них нет жилья, у них маленькая заработная плата, они в этой ситуации подвержены коррупции. Вы, переживая за развитие нашей страны, переживая за жизнь полицейских, которые ведут сложную работу и получают маленькую оплату, что вы пришли на этот митинг, чтобы поддержать полицейских, именно так вы можете давать интервью открыто. И никто не сможет вас преследовать, потому что если власть будет преследовать за то, что люди хотят получить доступ к образованию, или за то, что вы требуете полиции поднять заработную плату, это правительство и этот руководитель Вице Назарбаева просто будет вычеркнуть как человек, который хочет вреда своему народу. И поэтому наше дело правое, мы можем открыто говорить, давать интервью, говорите, выступайте, именно ваша публичность будет вашей защитой. О провокаторах. Я не верю, что будут какие-то провокаторы, потому что эти провокаторы не нужны самой власти. Сейчас любые эксцессы власти невыгодны. Любые эксцессы могут привести ситуацию к неуправляемой. Если какие-то конфликты провокаторы затеют, это может развиться масштабные действия со стороны недовольных людей. Фактически власть в один день сожжет свое нахождение во власти. И это провокации власти невыгодны, они не нужны. Им нужна тишина, чтобы люди высказали свою позицию и тихо разошлись. Вот что им нужно. Понимаете, да? Поэтому провокаторов не будет, не надо их бояться. А если они будут, то они будут просто выкрикивать какие-то лозунги и пусть их полиция забирает. Мы, сторонники ДВК, все те, кто идут на митинг с конкретным лозунгом, именно требованием бесплатного образования и поддержать полицейских, мы озвучиваем только эти лозунги и говорим «Алга, Хазахстан!» и больше ничего. Все те, кто пытаются устроить драки, пытаются выкрикивать другие лозунги, это провокаторы власти, у которых задача нас разъединить, не дать возможность нам шаг за шагом набрать десятки тысяч своих сторонников. Вот какая их цель. Поэтому на возможные такие действия не поддавайтесь. Мы говорим «Алга, Хазахстан!», говорим наши лозунги, «А пусть полиция забирает тех, кто кричит «Шалкет!», пусть забирает!». Еще рано мы скажем свое слово «Шалкет!». Я каждый день это озвучиваю, я каждый день показываю, что страной руководит мафиозный преступник. Но мы должны набрать миллионы. Мы не должны напугать этих людей, чтобы они сидели дома. Они должны прийти сегодня, завтра на наши митинги и шаг за шагом стать нашей единой силой. Все, кто говорит восстание, переворот и так далее, это провокаторы. Не будет никакого переворота, никакого не будет восстания. У нас мирные акции протеста, мирные митинги. Все те, кто такие слова произносит, это провокаторы. Я даже не верю, что они заблуждающиеся. Мы мирным путем добьемся смены власти. Но только после того, как мы наберем сотни тысяч сторонников. А они, вот такие люди, когда заявление делают, они распугивают наших сторонников и раскалывают. Места митинга мы озвучили. Только в Атрау были изменения. Плакаты выставлены, фотографии выставлены. В Астане место прежнее, около Конгресс-хола. Ничего не поменялось. Все осталось прежним. Если какие-то будут проблемы, на месте активисты разберетесь. Если перекрыли дорогу, еще что-то сделали. Я уверен, что вы на месте разберетесь. Среди вас очень много активных людей. Много руководителей ячеек. И так должно быть нормальным обществом. Мы должны быть самоорганизующей силой. Не ждите вождей. Не ждите, что откуда-то лидер спустится. Будьте сами организаторами. Будьте лидерами. Вам не нужен пастух. Мы построим демократическое государство, где каждый человек будет активный. Где каждый человек, его голос будет слушаться. И это завтра мы должны проявить. Завтра мы должны себя показать. Не ждать, куда нас что-то кто-то поведет. Мы сами должны действовать. Вы сами должны действовать. И еще, ребята, очень важно снимать все время в прямом эфире. Вы увидите, что полицейские будут вежливы завтра. Ну а те, кто будет грубые, снимайте их, показывайте. Они сами пострадают. Я уже говорил, что в Армении после смены власти, те полицейские, которые свирепствовали, преследовали людей, все попали под расследование и преследование новой власти. И так будет с ними. Мы уже несколько полицейских взяли на заметку. Они у нас зафиксированы в видео. У нас есть их фотографии. Эти полицейские ответят за грубые свои действия. Поэтому снимайте полицейских. Требуйте от них удостоверения. Требуйте, чтобы они представились. Требуйте, чтобы они действовали четко по закону. Поэтому те полицейские, которые будут себя неправильно вести, они ответят. И очень скоро. Я уверен, что таких желающих будет не очень много. А если будет, то это будут дураками, которые не думают на один день вперед. Ну, тогда, ну что, тогда они ответят за то, что так себя вели. Итак, на митинги берем плакаты, берем телефоны, берем видеокамеры, объединяемся. Мы на митингах озвучиваем свои лозунги и больше никакие. С полицией мы разговариваем дружелюбно. С полицией мы ведем переговоры. Полицию мы призываем присоединиться к нам. Полиции мы говорим, чтобы они действовали законно. И они будут действовать законно, потому что и они тоже люди. Они часть нашего народа. Они тоже живут в таких же условиях. Их дети хотят получить бесплатное образование. Их жены работают в школах учителями. Их дети в младших классах хотят получить бесплатные обеды. Они хотят, чтобы их дети, учащиеся в том или ином городе, имели возможность оплатить самостоятельно проживание или в общежитии, или в квартирах. Чтобы их дети могли получить бесплатное образование. И у них было нормальное будущее. У этих полицейских тоже есть дети. И они часть народа. Вы к ним не относитесь как к врагам. Разговаривайте с ними. Убеждайте их. И вы увидите. Еще несколько митингов. И основная часть полиции будет на нашей стороне. Если у вас есть программа, распечатайте для полиции. Здесь уже админы его раскидывали. И давайте им программу. Наверное, некоторые из них не знают о программах ДВК. Показывайте и говорите. Требуйте свое. Вы тоже часть народа. И национальное богатство принадлежит в том числе и вам. Хватит жить нищенской жизни. Хватит участвовать в коррупционных схемах правительства. Этих чиновников высокопоставленных. Вы можете жить достойно. Убеждайте их. Здесь говорят о Шале, который построил систему, которая будет преследовать. Я уже много раз говорил. Эта система в состоянии преследовать, когда нас единицы, когда нас десятки. Но когда нас тысячи и десятки тысяч, этот режим решается этой возможности преследовать. Потому что весь репрессивный аппарат в лице полисейских, следователей и так далее, автоматически переходит на сторону народа. Я здесь это уже не выдумываю. Когда я говорил об этом год назад, многие скептически к этому относились, вспоминая Жан-Азень, где было всего лишь протестующих менее 500 человек. А пример Армении и Грузии показал, сейчас показал, и в мире таких примеров много, но это было месяц назад, что если протестующих десятки тысяч, режим теряет возможность преследовать. Руководители, бывшие руководители вот таких стран, сами попадают под расследование, их арестовывают, конфисковывают собственность. Посмотрите, что происходит в Армении. То же самое будет у нас, но в больших масштабах. Потому что эта власть находится почти 30 лет, контролирует страну, разворовала сотни миллиардов долларов. Поэтому разоблачения будут гигантские, и доходы, которые получит страна, будут гигантскими. Мы очень быстро сумеем восстановить экономику и быстро сможем развивать нашу страну. Да, эта власть просто так не будет сдаваться. Но я не случайно говорю, что мы будем преследовать не более 200 человек из окружения Назарбаева. Потому что у нас почти вся страна, участвовав в тех или иных схемах, вынуждена была подвлаживаться по этому систему. Учителя были вынуждены вступать в Нур-Атан. Бюджеты работники тоже были вынуждены вступать в Нур-Атан. Учителей принуждали участвовать в фальсификации на выборах. Так или иначе, многих эта власть замарала. Но ответственный за это сам Нусултан Назарбаев и его близкое окружение. И таких, наверное, берется не более 200 человек. Мы не будем устраивать охоту за ведьмами. Мы не будем преследовать полицейских и кого-то еще других. Мы должны строить новую страну. Мы не должны устраивать охоту за ведьмами. Мы должны перетянуть на свою сторону полицейских, военных, каких-то чиновников, бизнесменов. И только так мы будем без конфликта развивать новую страну. Сильную страну. А накажем мы узкую часть. И когда основная часть полиции, военных это поймет, и когда они перейдут на нашу сторону, их останется, те, кто совершает преступления, манипулирует и управляет полицейскими, военными, их останется очень много, не более 200 человек. Их тогда некому будет защищать. Это будет как в Армении. И это будет очень скоро, если мы объеднимся и проявим силу. Поэтому, ребята, не бойтесь. Не бойтесь этой власти, потому что мы добьемся, что полиция и военные перейдут на нашу сторону. И тех, кто манипулирует полицией и военными, останется максимум 200 человек. В реальности еще меньше. Тех, кто реально управляет, их там, ну, может быть, 10 человек найдется. А все остальные исполнители, когда я говорю 200 человек, это те, кто заморался уже в тех или иных преступлениях. И близкие родственники Шала, как Булат Назарбаев, который тоже награбил, издевался над людьми. Взять его Тимур Кулебаев, дочь Дарига Назарбаева. И другие его близкие родственники, которые замазаны в преступлениях. Вот они стоят во втором уровне власти, они прямо не управляют, они просто рвут богатство страны. Поэтому я просто знаю, что максимум 10-20 человек, это те, кто прямо реально управляет страной, в окружении Шала находятся, все остальные исполнители. Поэтому, когда мы их перетянем, полицейских и военные на нашу сторону, а мы их перетянем, там некому будет их защищать. Я сразу хочу озвучить. Требовать поднять заработную плату полицейским, это очень сильный лозунг, который реально парализует полицейских. Когда они даже будут действовать и задерживать, им самим будет стыдно. Говорите им, слушай, брат, мы же тебе говорим поднять заработную плату. Я же не полицейский, но что ты здесь хватаешь? Они будут объяснять, вот извини, мне сказали, вот я все понимаю и так далее. Это первый шаг в нашу сторону. Завтра первый шаг полицейских в нашу сторону, как бы они ни действовали. Еще несколько месяцев активной работы, проведение тех или иных акций, шаг за шагом мы как минимум половину полицейских перетянем на свою сторону. Вот здесь меня просят сказать про Шимкент. Я вам так скажу, ребята. В прошлый раз Шимкент на митинге 10 мая проявил себя хорошо. Было где-то около 40 человек. Они были очень хорошо организованы, были плакаты. Я, честно говоря, был, честно скажу, был удивлен. Они на этом митинге требовали освободить Мухтара Джакшева, моего близкого друга. Я хотел бы их поблагодарить. Я был очень тронут. На этом митинге ребята из Шимкента требовали освободить Мавса Бакаева, который, я считаю, действительно народный герой, который власть обвинила как организатора земельного митинга 2016 года. Я считаю, Шимкент себя очень хорошо проявил и, надеюсь, завтра Шимкент себя покажет еще раз. В прошлый раз очень хорошо себя проявили такие регионы, как Ахтубе, Уральск, Мангустау, Атрау. Я знаю, что в Ахтау большую группу людей задержали, когда они двигались. Очень хорошо себя проявила Караганда. Несколько десятков человек буквально на подходе задержали. Многие города себя очень хорошо проявили. Мне очень сильно понравилось, как себя показал Ускамегорск. Ускамегорск, они сумели выступить с лозунгами. Да, их задержали, потом отпустили. Но это те города, которые, ну, скажем, были скептические замечания, что Ускамегорск не будет. Нет, вышел. Хорошо себя проявил Семск. У нас прошлый митинг был отличный. Сейчас тема, она охватывает интересы миллионов. Я убежден, что наших сторонников завтра выйдет во много раз больше. Поэтому, ребята, я надеюсь на вас. Давайте, действуйте. Я еще завтра буду тоже выходить на прямой эфир. Еще точно не знаю. Скорее всего, будет YouTube, Instagram и Facebook. Видеоэфир. Это будет еще, как минимум, за несколько часов до начала митингов. Поэтому мы еще завтра по ситуации можем оценить, что происходит. Тут мне задают вопрос, а если ШАЛ действительно поднимет зарплату полицейским? Ну и отлично. Мы будем все радоваться, если полиции поднимут зарплату. И полиция поймет, что именно народ потребовал поднять им зарплату. И благодаря народу меняется их жизнь. Не благодаря ШАЛу. Потому что деньги это не его. Это народные деньги, которые каждый день в виде налогов поступают в бюджет страны. И именно мы, народ, объединившись, получив поддержку полицейских, добились от них, для них, повышения заработной платы и улучшения их жизни. И завтра полицейские будут понимать, что силой является именно народ, а не Назарбаев, который им долгие годы не решает их проблемы. Завтра на митинге мы не поднимаем тему Китая. Мы не поднимаем отставку ШАЛа. Мы только озвучиваем наши требования, которые мы готовили уже месяц. Только наши требования, тем, кто хочет нам присоединиться, они должны озвучивать наши лозунги. Все те, кто не хочет поддерживать нас у лозунги и озвучивать свои лозунги, пусть они свои митинги сами организовывают. Провокаторы КНБ, не провокаторы, не важно. Мы проводим свой митинг. Мы его готовились месяц. Лозунги будут наши. Все, кто нас поддерживает, пусть присоединяются. Но если они хотят что-то новое, пусть делают свои митинги сами. Они вцепляются и не раскалывают наши цели и задачи. Завтра мы проводим мирный митинг за бесплатное образование. Завтра никто из вас не вступает в столкновение с полицией. Завтра никто из вас не слушает провокаторов. Мы не устраиваем никаких эксцессов. Мы организовываем мирный митинг. Мы даем интервью журналистам. Мы делаем прямые эфиры. Мы говорим, чтобы правительство выделило деньги, исполняя наши требования. И мы будем требовать ее постоянно и снова, до тех пор, пока не добьемся исполнения наших требований. Ребята, скорее всего, завтра будут глушить интернет. Власть готовится и приходит разная информация, что, скорее всего, будет глушить интернет. Будут отключать инстаграм и все прочее. Возможно. Но самое главное, мы уже все сформировали. Плакаты у вас есть. Тема известная. Место, где мы будем проводить митинги, тоже известная. Поэтому ничего страшного. Мы проведем митинги, а власть в очередной раз покажет, что это антинародная власть. Что она не хочет слышать свой народ. Что в бюджете страны миллиарды долларов есть. И они их хотят разворовать. Это будет антинародная власть. Если они это будут делать и завтра, то значит, они быстрее потеряют эту власть. И они быстрее сядут в тюрьму. Поэтому не переживайте, если завтра выключит интернет, у нас все уже есть. Мы все знаем, что делать. И еще. Именно этот митинг сейчас будет под большим наблюдением международного сообщества. Под огромным наблюдением, чтобы вы понимали. Я вчера распространил обращение к международным разным организациям, правозащитным, посольствам, международным СМИ. И распространил на английском языке по всем ведущим мировым изданиям. Поэтому имейте в виду, эта власть сейчас под прицельным наблюдением международного сообщества. И когда они будут действовать незаконно, да, может быть, какое-то время они еще не почувствуют на себя давление, но очень скоро будет массированное давление, шаг за шагом у них будет мало пространства для маневра. Им нужно будет определяться, кто они, с кем они, будут ли они выполнять международные договора. Нет. Вы увидите, как их зажмут персонально. У меня здесь спрашивают по поводу американской лаборатории в Алматы. Я не знаю, что там за лаборатории, но я знаю точно. Конечно, американцы очень внимательно следят за экологией, за здоровыми людей, отвечают за безопасность. Это сама у них система такая. И когда кто-то распространяет слухи, что вот там, это формирует так называемую искусственную ненависть. Я просто доверяю американской системе в целом. У нее тоже какие-то издержки есть, как везде, но это сильная система политическая, экономическая, с которой мы должны брать пример. И когда демократический выбор Казахстана придет в власть, мы будем сотрудничать со всеми. Но будем учиться и брать пример у ведущих стран мира. Мы хотим построить современную страну, чтобы у нас были научные открытия, чтобы наши производства были передовые. И мы будем учиться у передовых стран. Не у таких, которые рядом с нами, как Северная Корея. Узбекистан, Туркмения, где уже фактически голод начался. Или даже та же самая отсталая Россия. Мы будем учиться у ведущих стран мира. И именно с ними будем выстраивать основные политические и экономические отношения. И будем реформировать нашу политическую систему, как в этих странах, когда народ контролирует власть, а не верхушка контролирует народ. Поэтому мы с Америкой будем сильно дружить, будем дружить и с Европой. И мы очень быстро построим сильную современную страну, как это построила Южная Корея, которые в 60-х годах фактически ели траву. У них был голод. У них экономики не было. Никакой экономики не было. Еще, ребята, если будут задержания, вы прям с автозака пишите ДВК-волонтеру фамилии, данные, присылаете видеосообщение. То же самое делаете в отделениях полиции. Там мы поем гимн Казахстана. Вы присылаете видео с места событий. И знаете, эти видео обойдут весь мир. Как сейчас BBC публиковал, Азаттык и другие международные издания, ваш репортаж может оказаться уникальным. Вы войдете в историю страны. В историю, которую вы приложили силы, строили. И вы можете своим детям и внукам рассказывать и показывать о том, как вы меняли страну. Это на самом деле очень круто. Пользуйтесь телефонами, снимайте все, снимайте всех. И вы увидите, вы можете получить самые неожиданные кадры. Они войдут в историю независимости страны. Да, правильно, здесь ребята говорят. Берите с собой опашку и опашку берите. Мы писали инструкции, кого власть имеет право задерживать, штрафовать и так далее. Подробно писали, давали плакаты. Действительно, берите опашку и опашку с собой. Берите. Пусть они тоже вас защищают и добиваются, чтобы наша страна менялась. Они в свое время не смогли это сделать, когда были более зрелого возраста, моложе где-то, в 40 лет им было, в 50 лет. Пусть они сейчас несут свой вклад, чтобы поменять страну. Они могут это сделать. Я вам скажу так, по поводу, что привлекать нужно евродепутатов, европейские миссии и так далее. Сейчас будет очень много слушаний на Западе по поводу ситуации в Казахстане. Очень много будет слушаний. Я просто знаю, что там в тех или иных структурах европейских, Европарламенте, Парламентской Ассамблее, Советы Европы и так далее, будут разные слушания в отдельных странах, тех или иных европейских, типа Италии, Франции и так далее. Этот процесс уже сейчас будет только набирать силы, чтобы вы понимали. Сейчас Казахстан будет в зоне колоссального внимания ведущих стран Европы. Ведущих стран Европы. И миссии будут теперь постоянно приезжать в Казахстан. Постоянно вы можете изложить свои проблемы, и вы увидите, все поменяется очень быстро. Одним словом, ребята, мы все готовы к завтрашнему митингу. Приглашайте друзей, бейте опашку, аташку. Приглашайте своих родителей, боритесь за свои права. Давайте вместе изменим страну. Я сегодня завершаю свой эфир в Савонгзар. До встречи завтра в эфире. Я буду завтра выходить, скорее всего, в YouTube, Instagram и Facebook, я думаю. Именно так, не Telegram именно.